Steadfast Defender 24, что переводится как «стойкий защитник», это не просто учение, а сразу серия разных маневров. Они проходят целых 4 месяца и сразу в 5 странах – Норвегии, Польша, Литве, Румынии и Венгрии. Задействованы в них 90 тысяч человек, в том числе от Германии участвуют сразу 12 тысяч солдат. Учения проходят и на суше, и на воде, и в воздухе. В них участвуют представители всех 32 стран-участниц оборонного альянса, в том числе новички из Финляндии и Швеции. На данном этапе, когда учение близится к кульминации, особый упор сделан на морские операции. Морские силы выдвинулись через Норвежское море к Норвегии, где, согласно сценарию, вымышленный противник смог высадиться на суше и закрепиться. Так мы можем отработать максимально широкий спектр морских операций, включая десантирование и занятие плацдарма на побережье в северных широтах для защиты Норвегии. Наибольшее количество маневров запланировано на вторую половину марта, а в апреле-май учения перейдут во вторую фазу от переброски по морю и воздуху и десантирования в Арктике, к развертыванию сухопутных войск и их масштабной передислокации на юго-восток, вглубь Европы, для боев с условным противником. По традиции, ни в каких официальных документах противник прямо не называется. Однако мало у кого есть сомнения в том, о какой именно угрозе сейчас идет речь. Стратегическая значимость Норвегии очевидна. Отсюда рукой подать до России, так что для нас жизненно важно тренироваться в здешних условиях. То, что мы находимся здесь, дает реальное ощущение близости к России и реалистичности. Многие журналисты европейских СМИ также прямо называют эти учения репетицией отражения российского вторжения. Об этом пишут, например, немецкие издания Bild и Spiegel. Политики и военные ряды европейских стран в последние месяцы все чаще говорят о возможности прямого столкновения России и НАТО. Сроки возможного нападения эксперты оценивают по-разному, от двух до десяти лет. Продолжение следует...